добрый вечер уважаемые коллеги мы начинаем наш лекторий лаборатория субъектности сегодня в москве дождь ужасная погода пробки и в этом смысле может быть как раз разговора субъектности позволит нам немножко погрузиться в такую теплую приятную атмосферу исследований и философии образования я напомню что наш лектории лаборатория субъектности реализуется двумя организациями это московский городской педагогический университет и школа номер 734 имени александра научит убельского собственно на площадке этой школы с этим духом и атмосферы школы самоопределения мы как раз и проводим наш лекторий и на каждом лектории мы пытаемся так глубоко нырнуть в содержание того что есть субъектность какова его природа как она устроена психологически философски металлогические точки зрения и сегодня мы продолжим этот разговор сегодня на сами чрезвычайно интересный спикер как мне кажется один из таких наиболее выдающихся психологов современности который при этом удерживает очень сильно позицию как у общей философии психологии общего сети образования и в этом смысле тема у нас сегодня который прицель для обсуждения как мне кажется очень сложная но в этом смысле действительно вызывающая сильный интерес и такой аппетит к тому чтобы ее попробовать в этом смысле у нас сегодня дмитрий алексеевич леонтьев я приветствовал этого спикера дмитрий алексеевич я уже усадили поэтому стать не могу что вас приветствую у нас ведь часть людей присутствует точно большая часть присутствует онлайн а я наверно не буду отнимать времени от интереснейшего вашего сообщения то передам вам слово прошу пожалуйста давайте поговорим о субъектности хорошо спасибо большое уважаемые коллеги спасибо за приглашение я прежде всего хотел бы составить очень такое поверхностное хотя бы краткое представление об аудитории кто меня слушает чтобы пытаться пытаться возможности как-то перебрасывать мостки я догадываюсь что в основном аудитории педагогическая дистанционно широкая обычно аудитория бывает и бывает и исследователи и психологи и просто интересующие люди поэтому такая широкая палитра участников до семена про субъектность это вообще очень здорово я раньше не слышал что есть такая лаборатория субъектности следу своему и семинар по субъектности я только где-то позавчера у меня дошли руки заглянуть на ваш сайт у меня очень такие сложные были дни вот я ахну увидев что было у вас на предыдущих семинарах передо мной и к моему огромнейшему сожалению у меня не было возможности не было времени послушать то что говорили здесь у вас эльконин осмолов кларин и поливанова поэтому мне придется немножко вслепую но я буду пытаться по крайней мере для меня по сути дела субъектность связано есть целый куст слов куст понятий которые мне несколько месяцев назад приходи пришлось пришлось выступать с очень похожим по сути дела докладом я во многом и пользуюсь возможностью немножко себя разгрузите вас и опираться на тот доклад который я делал в институте образования высшей школы экономики несколько месяцев назад но там проект в которой меня пригласили он строится вокруг понятия вокруг слова самостоятельность вокруг слова подчеркивают вот и я пытался связать соответственно понятия самостоятельности с рядом других слов в том числе в цену важное место в них занимала такое слово как субъектность и в общем самое существует некоторое поле поле понятий в которые я буду говорить сегодня про это поле субъектность самостоятельность агентность автономия свобода ответственность личные причины это все понятия которые в общем более или менее об одном более или менее об одном и мы понимаем что они об одном но они имеют разные оттенки они имеют разные контексты я значит сначала еще давно я начал пытаться подобраться к проблеме свободы и ответственности которые меня интересовали всегда вот и одна из моих первых статей на эту тему в этой проблематике была посвящена проблеме свободы и самодетерминации потом я обратился уже в других контекстах немножко раба к вопросам автономии и самодетерминации вопроса собственно субъектности вышла бы была у меня статья посвященная анализу проблема субъекта и субъектности вот и сейчас все это начинает связываться в единый какой-то общий узел вот попробую погулять по этому полю немножко двигаясь вот туда-сюда связать это все в единый контекст потому что то чего больше всего не хватает в науке современной я прежде всего представляю именно науку академическую часть это это каких-то какой-то структуры то есть собственно материалов данных огромное количество главная проблема это привести их в какую-то более или менее внятную структуру без чего они остаются довольно таки несъедобными часто вот и работает огромное количество людей собирают огромное количество материалов структуры немножко недостает по поводу всех этих слов мне часто приходится встречаться с такой разного рода работами которые я рецендирую которые что-то там оппонирую что-то еще где автор пытается соотнести между собой два понятия два понятия берется одно понятие из одного контекста другой из другого и начинает их между собой сравнивать ну например там скажем сама актуализацию завода терминации и пытается сравнить что это такое ничего не получается почему потому что он в общем не понимает как и как надо сравнивать понятия а сравнение понятия можно уподобить понятие из разных контекстов можно уподобить отношений операциям с простыми дробями каким образом можно сделать арифметические операции с простыми дробями первое что нужно сделать да вычислить общий знаменатель вывести общий знаменатель и после этого уже спокойно делаете нужная операция вот совершенно верно вот и тогда можно увидеть там иначе чем эти две дроби друг от друга отличаются вот любое понятие она стоит дроби потому что она всегда в определенном контексте она несет на себе след и отпечаток того контекста которому она привязана в котором она работала и работает и и без учета этих контекстов нельзя понятие сравнивать и соотносить поэтому сначала надо соотнести те контексты в которых если мы хотим сразу соотнести два понятия сначала надо отнести их контексты понять чем они друг с другом как они друг другу связаны что они отличие чего не различаются что у них общего что у них в чем у них разница и вывести вот этот самый общий знаменатель их контекстов после этого уже можно сравнивать понятие соотнося их с этим общим знаменателем а сейчас вообще тенденция в науке психологической прежде всего науки которые которые я отношусь она как раз направлена на сильная тенденция к постепенному выработку постепенной выработки общего языка мы привыкли говорить про научные школы такая-то школа такая-то школа бихевиоризм гирталь психология теория деятельности вот научная школа как единица анализа единицы структурирования вообще научного процесса так сказать научного познания но это школы возникли исторически со времен античности когда появились ученые с разными взглядами на одни и те же вещи на окружающий мир и обросли своими последователями и учениками вот и дальше школа стала инструментом некоторого воспроизводства социализации научные и так далее но в естественных науках прежде всего в какой-то период стали происходить и противоположные процессы процессы интеграции то есть стали появляться такие обобщающие теории которые задавали универсальный единый язык для данной науки там скажем ньютон который был создал язык физики язык на котором мыслит и работает современная физика до сих пор он достроен конечно достроен там электродинамикой достроен там с представлениями двадцатого века о там микропроцессах вот тем не менее в основе своей это язык который создал ньютона на другом языке описывать физические процессы крайне трудно менделеев и другие авторы которым тоже приписывается та же самая идея параллельно с менделеевом неважно но они создали тот язык на котором современная химия говорит и мыслит и по-другому на другом языке она уже говорить не может единый модифицированный язык по сути дела до линей биологии тоже зарубьте основания от которых уже сейчас не отойти то есть и это то что идет поверх и помимо школ единый общий язык на котором разные школы понимают друг друга представители разных школ понимаю друг друга единые общие критерии единая общая иерархия кто что стоит единые общие ценности вот и я в психологии эти процессы только только начались в психологии я описал значит то что произошло примерно в районе 70-го года в 1970-е годы под названием закрытый перелом в психологии закрытый перелом все психологии поменялось как-то незаметно и психология там 70-х 80-х и так далее резко уже отличается от психологии там вплоть до 60-х годов прежде всего главное изменение этого входе этого закрытого перелома это что до этого было все структурировано по школам каждая школа была как свои некое феодальное феодальное государство со своей иерархии со своими беспрекословными лидерами со своими критериями со своим языком со своей терминологии со своими представлениями как надо что такое хорошо что такое плохо и если я работал если я что-то делал мне самое важное было получить одобрение моих единомышленников представителей моей школы после перелома но не мгновенно у нас точно быстро произошли изменения которые отразились и собственно в науке и в организации науки в организационных процессах во многом этого способствовало развитие информационных каких-то ресурсов значит журналы система ключевых слов базы данных постепенно компьютерная система универсального поиска таким образом оказывается что каждая работа которую которая пишется которая делается она уже соотносится не только с теми кто ходит со мной в одном коридоре и знает очень хорошо все контекста я должен убедить в значимости его смысленности того что я делаю людей которые не являются моими заведомыми единомышленниками и большого счета очень легко отличить там скажем понятия как понятие до переломные от понятий после перелома понятия до переломные работают только в рамках отдельной школы понятие после переломные они годятся для используются представителями самых разных школ понятие школы она сохранилась но она уже гораздо более условно выглядит и она гораздо меньше меньше значит чем до 70 года вот там скажем понятие самоактуализации классическое до переломное понятие она работает она имеет смысл только в контексте там скажем теории масла его единомышленников она жестко привязана к этому контексту понятие сама детерминации более позднее возникшая восьмидесятые годы уже после перелома она работает хотя она возникла тоже в определенном контакте в определенной школе но это уже была другая эпоха и это понятие построено так что она монтируется вот как элементы конструктора если раньше было много разных конструкторов каждой школе были свои конструкторы свой конструктор и элементы конструктора разных школ и друг друга не подходили то после этого перелома возник единое общее такое лего и все элементы стали подходить друг к другу если твой 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 взгляд и твоя теория не подходит к общей этой фигуре которую другие с помощью своих элементов лего стоит значит ты выпадаешь из тренда выпадаешь из науки и сидишь в своем углу и наслаждаешься своими теориями в одиночку вот это некоторый общий тренд чтобы задать этот самый контекст поэтому разные понятия которые я значит упомянул их и перечислил которые имеют отношение к проблеме субъектности вот они для меня сейчас главная задача их увязать связать концы с концами посмотреть каким образом они работают что они раскрывают по-новому для понятия тости и с моей точки зрения они имеют разную такой эвристической пригодности для употребления потому что понятия нельзя оценивать потому правильные они неправильные а потому насколько они любое понятие есть орудие инструмент познания любое понятие любая теория любая концепция является некоторым инструментом получения знаниями инструмент может быть хорошо заточен или плохо заточен универсальным или таким примитивным да то есть инструмент оценивается по чисто практическим таким соображением да вот в частности понятие субъектности она довольно универсальная но она не психологическое понятие сам самостоятельности с которого я начинал анализ там несколько месяцев назад это вообще понятие обыденного языка она используется часто в педагогике вот она описывает некоторые фенон который еще надо объяснить свобода ответственность это уже это тоже понятие большей степени привязанная к философскому языку и к быденному языку но это понятие которое уже претендует на некоторые раскрыть некоторых объяснительных механизмов понятие автономии тоже достаточно общее она в большей степени описывает феномен нельзя сказать объяснять что-то через личностную автономию можно просто констатировать что здесь перед нами автономия но сама автономия вряд ли может служить объяснение понятие самодетерминации она ближе всего тому что мне бы хотелось пропагандировать и продвигать потому что это понятие с одной стороны объяснительное с другой стороны чисто психологическое и она дальше раскрывается через более сложные механизмы поэтому я и говорю вот значит субъектность назвал свою доклад субъектности механизмы самодетерминации подразумевая что субъектность это некоторый феномен самодетерминат понятие самодетерминации описывает некоторые возможные механизмы которые этот феномен объясняет это большое длинное введение теперь несколько более частное введение такие подводки так сказать о значимости о важности понятия субъектности зачем она вообще нужно да кстати просто честно скажу сразу пару слов про такое понятие которое последнее время которое на вашем вашем последнем семинаре звучало как агентность вот здесь надо у меня есть споры с моими коллегами из института образования я не считаю что хорошо и удачно понятие и джинси англоязычное переводить словом агентность такой калькой прежде всего вот по какой причине если мы понятие и джинси я рассматриваю как аналог прямой аналог понятия субъектности и понятием и джинси англоиз в англоязычное я и привожу на русский как субъектность основу субъектность перевожу как и джинси почему понятие агентности работает понятие агент в русском языке и агентность имеет несколько другие оттенки не просто самостоятельный субъект на оборот агент скажем юридической теории в юридической практике вправе это принципиально не самостоятельное лицо а лицо которое действует по поручению от имени другого лица принципала то есть агент это тот кто действует не от своего имени выполняет грубо говоря чужие поручения то есть семантика прямо противоположное в данном случае возьмите замечательную классическую книгу стэнли милграм а подчинение авторитету где описано его классические эксперименты о том как людей легко оказывается достаточно убедить причинять боль другому человеку которого они впервые видят только потому что на них давит некоторые условный авторитет которого они впрочем больше никогда в жизни не увидят тем не менее они подчиняются давлению и вот этот эффект подчинения давлению подчинение авторитету милграмм говорит про агентный сдвиг и про агентное состояние состояние в которое приходит человек под влияние психологического давления агентский сдвиг и начинает рассматривать себя только как орудие исполнения чужих желаний с оправданием что я не виноват я делаю только то что мне говорят я выполняю приказ или я выполняю там соответственно поручение выполняя просьбу я я действую как бы не от своего имени меня здесь нет не было меня здесь нет то чтобы актив называет алиби в бытии но к этому мы еще придем вот то есть это достаточно для того чтобы аргументировать почему я не люблю использовать русское слово агентность но понятие agency она вполне хорошо соответствует вот этому как раз русскому понятию субъектность у меня было когда-то в десятом году вышла мог статья моя посвященная проблеме субъекта и субъектности вот она не очень хорошо известна в основном потому что ее она вышла в журнале которые психологи редко читают журнале эпистемологии философии науки как-то так получилось случайно вот было были как было конференция тогда посвященная память и юбилею андрея владимировича брушлинского который внес очень большой вклад внедрение идеи субъекта и субъектности в нашу науку вот и я пытался разобраться в этом почему понятие субъект не очень хорошо не не очень точно не очень корректно используется о многих психологических работах а понятие субъектности наоборот гораздо более эвристично проблема изначальная возникает в том что почему эта проблема важна некоторые ученые описывают я нашел очень любопытные идеи и высказывания которые говорят о бессубъектности когда главные болезни сегодняшней россии у нас существует дефицит субъектности в стране по большому счету описываются ряд симптомов этой бессубъектности по сути дела что как не бессубъектность описывает кроватая форму нашей жизни хотели как лучше а получилось как всегда чего нет в промежутке вы хотели и получил субъекта нет она как-то все само получилось и по-видимому эта болезнь наша национальная носит не острый а хронический характер об этом свидетельствует в частности и анализ особенностей русского языка который проводил свое время замечательный лингвист анна вишбицкая эта книга существует доступна на русском языке и и где суще особо описаны и характеристики она выделяет четыре особенности отличающие русский язык от других европейских языков и одна из этих особенностей не агентивность или бессубъектность как она называет проявляющийся в беспрецедентном изобилии в русском языке без личных языковых конструкций которые выражают отсутствие контроля субъекта над происходящими событиями ну например там чтобы дать адекватный перевод на русский язык таких английских предложений как i must или you must you have to используется такие фразы как надо например такое русские 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 слова то есть они подчеркивают вообще все эти слова подчеркивают тот факт что лишь в что лицо о котором идет речь не контролирует ситуацию я делаю так потому что надо даже уточните не мне надо просто на и повседневная русская речь просто пронизана такими по себе саби субъектными конструкциями нельзя мне плохо никак не выходит получилось как всегда вам следовало бы так жить нельзя легко ли быть молодым все это какое-то бессубъектное хочется не спится есть мнение вот непонятно кому да вот субъекта здесь не хватает и это действительно отнюдь не абстрактная проблема это более чем серьезная проблема еще одно интерес еще одно основание это уже это такое негативное основание знают значимости проблемы субъектности другое основание позитивное основание связано с анализом социокультурной динамики ценностей которые был представлен одна из лучших книг которые я читал за последнее время это книга рождение свободы крестьяна вельцеля ученик выдающегося социолога инглхарта который описал и объяснил некоторую социокультурную эволюцию ценностей вельцель продолжает эту работу в его книге эволюция ценности он показывает очень раскрывает очень важные вещи которые во многом проливают свет на то что происходит вообще в современном мире он анализирует каким образом исторически меняются ценности на уровне нации на уровне культур одни ценности сменяются другими инглхарт его учитель он различал ценности ценности выживания и ценности самовыражения что бывают соответственно такие контексты в которых на первое место выходят ценности самого раза ценности выживания когда все ощущают опасность когда не надо проявлять больших амбиций надо сплотиться надо выжить надо выдержать вот и это приводит к одним следствием в плане поведения в плане стратегий жизнедеятельности в плане личностных каких-то приоритетов вот а когда возникает более расслабленная ситуация на первое место возникают другие ценности ценности самовыражения ценности индивидуального своеобразия ценности по перспективу будущего ценности смысл связаны со смыслами и тогда и на большом-большом материале анализа эмпирического они запустили огромный проект который до сих пор очень успешно работает мировое исследование ценностей о варисовый вот где регулярно проходят в рамках этого проекта мониторинговое обследование многих десятков стран пожалуй большинства стран которые на земле существуют на серегу выборки большие там тысячные выборки на протяжении уже там больше двух десятков лет идут эти мониторинги но не сразу были все страны они постепенно по себе на круг стран расширялся и идет анализ того какие какие факторы влияют на динамику ценности и на какие факторы влияют свою очередь динамика ценности на русском языке доступна еще книга инглхарта эволюция к культурной эволюции называется революция культуры вот not вельцель углубился немножко в аспект она является развитием теории культурной эволюции инглхарта и вельцель обратился к тем ценностям которые служат основанием субъектности и он говорит про субъектность субъектность говорит вельцель это эмансипирующие освобождающие качество которое избрана эволюции что такое субъектность субъектность возникает постепенно в ходе эволюции эта эволюция изобрела субъектность как ускоритель способность людей действовать целенаправленно не по шаблону вот и не под влиянием каких-то внешних стимулов а целенаправленно и субъектность позволяет экспериментировать что ускоряет говорит вельцель открытие более эффективных решений свои свободы вообще воплощают эволюционную полезность вельцель показал что действительно это продукт эволюции социокультурной эволюции потому что в каких-то определенных контекстах при каких-то определенных условиях они становятся полезными они становятся фактором конкуренции фактором эволюционные выгоды выигрыша в конкуренции свободы и субъектность но опять же по при определенных условиях он показывает что это происходит тогда когда там к страна культура сообщества выходит из ситуации дефицита всего когда она живет ситуации дефицитов ситуации нужны вот на грани удовлетворения своих потребностей то тогда субъектность и ценности свободы не являются эволюционно значимым фактором не являются фактором выигрыша фактора выгоды то есть не востребуется как только по мере развития казал бы маркс производительных сил и производства возникает такая ситуация когда свобода и субъектности оказываются востребованы они оказываются важным инструментом выигрыша и вельсель анализирует два вида ценностей цены светские ценности он их называет это ценности свободы это ценности связанные с индивидуальным выбором с индивидуальными приоритетами то есть это дистанцирование от традиционных коллективистских скреп то есть выход за пределы такого жесткого влияния там культуры страны и религии и так далее то есть то что близко стра более традиционного понятия индивидуализм анализе культуры эмансипативные ценности ценности ответственности связаны с более конкретными конструкциями свободы выбора и равенства возможностей они вивают дальше если первые позволяют человеку ценности свободы светские ценности выйти на оперативный так сказать простор то эмансипативные ценности ответственности задают механизмы которые позволяют человеку реализовывать свои собственные деятельности свои выборы приоритеты понятие субъектность вообще обладает большим объяснительным потенциалом она прописана уже в русскоязычной психологической терминологии вот вот у таких в частности авторов которых было бы интересно на самом деле наверное сюда пригласить как алексей кстати часницкий который связывает субъектность саморегуляции очень близкая мне позиция вадим артурович петровский который связывает субъектность я с разными аспектами я вот целый ряд другие а вот кстати еще елена алексеевна сергиенко последовательница ученица брушлинского которые также связывают субъекты саморегуляции у которой интереснейшие исследования связанные с развитием как раз саморегуляции и субъектности в детском в раннем прежде всего возрасте вот кстати очень интересно было бы как-нибудь собрать всех вместе из тех тех конечно кого удастся собрать из этих людей что они поговорили между собой про субъектность вот такого по моему еще никто не делал это было бы здорово и последовательно просто приглашать каждого со своим содержанием со своим контентом а собрать их вместе и столкнуть между собой нас вот понятие и джинси она тоже достаточной степени не ну не определенная размытая как понятие субъектность тоже такого жесткого определения субъектности нет то есть есть разные определения ни одно из них нельзя рассматривать как общепринятое и жесткое понятие джинси как и понятие субъектности в англоязычном контексте также используется в самых разных контекстах и в самых разных дисциплинах психология философия социология теория культуры в данном случае вот в этом понимании очень интересная работа были в 70-е годы прошлого века выдающегося методолога социальных наук рома харе у него известный подход к объяснению социального поведения ему уже по моему стукнуло 100 или вот-вот стукнет он жив еще вот выдающийся такой британский ученый вот и у него у него были книги они от восьмидесятые годы это были книги со шоу бейн и персона убей нет в семидесятые годы нет не помню где-то там 70 и 80-е годы и значит он пишет что наиболее общим требованием к любому существу чтобы его можно было считать субъектом является то чтобы она обладала определенной степенью автономии при этом я под этим я подразумеваю что его поведение не полностью детерминирована условиями его непосредственного окружения все просто все бомба поверхностно но вот чем это все хорошо потому что формулировка харе связывает между собой несколько понятий из этого поля которые я назвал автономия предполагает возможность дистанцирования чем дистанцирование как этого от внешней среды от воздействия окружения так единственно очень важный момент дистанцирования от самого себя от тех принципов на которых основывалось поведение до настоящего момента настоящий субъект он не полностью не слишком верят себе не до конца верен себе нас полноправный субъект полноправный агент способен переключаться с одних детерминант поведения на другие делать выбор сопротивляться искушением и главное менять свои руководящие принципы поведения можно ли поступиться ценности классический вопрос вот оказывается что в каких-то ситуациях достаточно критических радикальных и приходится поступаться ценностями и настоящий субъект тот который может но естественно приводь при очень веских состояниях пересмотреть свои основа в ценностные моральные основания своего поведения говорит харе человек является совершенным субъектом если и тенденция действует и тенденция воздерживаться от действия в его власти и такой человек обладает способностью осуществить любое выбранное действие а также прервать любое начатое действие то здесь харе рассматривает организацию поведение человека в управлении поведением человека как очень далекую от простой линейной причинности это очень сложная система в вершине этой системы а вершин может быть может быть не одна вершин может быть несколько на вершине в общий набор принципов вот но высший уровень будет способностью переключаться с одной подсистема на другую я могу переключаться с одних принципов на другую я известная что одна из характеристик мудрости является осознание того осознание относительности любых ценностей любых правил любых принципов и способности переключаться с одних ориентиров на другие бертрана рассела выдающегося философа двадцатого века лауреата нобелевской премии по литературе как-то спросили по и готовы ли вы пойти на смерть за свои убеждения ну конечно нет ответил раз я же могу и ошибаться очень важная характеристика человека собственно не только человека но и любого живого существа это пересматривать свои действия делать работы над ошибками делать разбор полетов нету существа значит нету не существует существа которое не делает ошибок ну есть некоторые там за красной кирпичной стеной которые никогда не делают ошибок вот но вообще все живое развитие всего живого заключается в том чтобы проделать разбор своих ошибок пересматривать их исправлять и совершенствоваться можно только через исправление своих собственных ошибок и раз он очень мудро пока я проигрываю по иллюстрировал своим ответом как раз вот эту особенность человека не 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 избегать ошибок а исправлять их если нужно если принципы не работают значит если реальность каким-то образом не подтверждает наши принципы наши убеждения но значит надо пересматривать принципы убеждений значит надо не пытаться наступать на те же самые грабли снова это общий принцип саморегуляции как основа всего активности всего живого вот а в вершине ее как раз вот эти самые убеждения способность быть субъектом это в том числе и способность изменяться способность отходить от своих собственно от своего собственного прошлого от своих собственных вчерашних решений если способность не только делать выбор и способность менять свой выбор если я сделал выбор что я уже больше никогда не могу его поменять а никогда нельзя предусмотреть все последствия наших решений мир так устроен что будущее это то чего никогда не было вот мы не знаем что то вот если мы пытаемся предвидеть или сделать вид что мы знаем что будет чем все кончится то мы тем самым закрываем себе реальное будущее мы просто воспроизводим снова и снова тоже самое настоящее попадаем некое колесо повторений такое своеобразное колесо сансары настоящее воспроизводит прошлое прошлое воспроизводит будущее долгое время это было в основном чаще всего вас для основной части земного шара возможно правда последнее время последние десятилетия наверняка про это говорил вам александр григорьевич осмолов выразительно очень вот все очень сильно ускоряется все очень сильно меняется и все основано на изменениях на первые изменения абсолютно а устойчивость стабильность относительно все меняется очень быстро и еще даже так давно как в начале 70-х годов начале 70-х годов еще мой дед алексей николаевич леонтьев лекциях сказал фразу которую неудивительно было бы услышать сейчас но для тех времен удивительное предвидение что мир начинает меняться так быстро что наилучшее приспособление к нему не иметь ни к чему фиксированного приспособления семьдесят втором году это было сказано боже упаси я не пропагандирую индульгенцию я проект до ответственности я еще не дошел я говорю совершенно другое говорю только то что я говорю не надо сейчас выводить пытаться выводить то что я не говорил умозаключать хорошо двигаемся дальше значит следующее понятие которое используется в этой связи это понятие не очень активно не очень не очень активно не очень много используется в психологии в 30-е годы появилось понятие про активность как противоположность реактивности но вы иногда тоже можете его встретить понятие про активности запустил гордон олпорт который фактически его можно рассматривать как основателя современной психологии личности как она выглядит современная психология личности строится по чертежам олпорта по сути дела саха остается олпорт как раз спорил с пихевиористами он пытался найти некоторые механизмы про активного поведения отверждавший человек не реактивен а про активен то есть он не реаги не столько реагирует сколько действует исходя из каких-то своих других критериев он не реагирует на внешние какие-то стимулы не то что не реагирует но у него существует и механизм про активность это не значит он ни на что не реагирует вот но до меня главным является механизм про активности для него это был принципиальный теоретический тезис но как-то глубоко объяснить эти механизмы ему не удалось вот но он сделал в этом плане очень многое на нем основывались поколения других исследователей тогда же в тридцатые годы замечательные совершенно по сути дела идеи касающиеся развития личности высказал карл густав юнг у юнга есть одна статья она называется о становлении личности это небольшая статья десяток страничек которая стоит многих толстых домов эта статья она выходила нам там на русском языке в паре сборников разных его работ вот и она где-то если вы ее погуглите то вы ее найдете где-то этот перевод в интернете гулять на русском языке о становлении личности она очень плотная она очень конденсированная гениальная статья она опубликована была в тридцать четвертом году юнг вводит идею собственно личности и развития личности подчеркивая что это не естественный автоматический процесс который можно обнаружить у каждого это процесс особый который требует усилий требует вложения себя развитие личности это редкое явление главный тезис то есть до юнга развитие личности развитая личность это некоторый особый статус он подчеркивает что личность развивается по своему собственному закону это принципиальный момент вот и личность это сложный процесс за который приходится платить цену свою тратить усилия в частности цена за развитие личности например неименуемое это одиночество но развитие личности за такой редкий дар что одиночество является хоть и высокой но приемлемой ценой за это вот и вот самое главное важное это по сути дела от юнга ведет начало понятия автономии юнг не испу не использовал не говорил слова автономия нигде но понятие на нем говорил что личность развивается настоящая личность по своему собственному внутреннему закону понятие автономия переводится с греческого как свое законе как раз то есть автономными в древней греции называли такие значит поселения такие образования государственные которые жили по своему собственному закону они по законам каких-то более крупных полисов более крупных социально-политических структур то есть те которые имеют законодательство и юнг говоря о том что для развитой личности характерен свой собственный закон по сути дела им при понятии автономии которые несколько десятилетий спустя было подхвачено вот и значит это некоторая картинка здесь которую я нарисовал в свое время пытаясь описать развитие личности развитие личности как движение к автономии в к растущей автономии опираясь прежде всего на идеи эриха фрома который говорил о том что развитие личности представляет собой последовательное преодоление разных этапов психологического симбиоза симбиоза то есть сращенности с другим человеком прежде всего с родителями на разных этапах на разных уровнях человек преодолевает вот это собственно сращенность с родителями появление младенца на свет это телесное отделение уже телесная эмансипация эмансипация одного организма от другого прерывания значит перерезание пуповины это означает что возникает свой собственный контур обмена веществ младенцы появившегося на свет раньше был единый контур обмена веществ с матерью появление на свет перерезание пуповины это отделение организма возникает собственный контур обмена веществ телесное разъединение физическое разъединение но за все равно во многих отношениях младенец оказывается полностью зависим от родителя в частности не может двигаться самостоятельно на каком-то этапе возникает и автономия на уровне движения уже ребенок там двух-трех лет в состоянии двигаться очень активно куда надо куда хочет может убежать спрятаться так что его нетрудно найти и так далее дальше приобретя вот на автономию на уровне на уровне движений сохраняется еще автономия на уровне картины мира общих ориентаций то есть ребенок только от родителей узнает как устроен мир его опыт еще маленький опыт еще недостаточен постепенно по мере научения он усваивает свою картину мира его мировоззрение кроме того что он усвоил от окружающих людей еще формируется обобщение собственного кто говорит нет шалишь вы не говорите одно а я-то знаю что другое я сам это испробовал и испытал и возникает уже автономная картина мира на самом уже последнем уровне возникает автономия ценностей до подросткового возраста ребенок в основном разделяет ценности своих родителей людей которые выполняют их ролик заменяют вот соответственно подростковый уровень это период это этап подростковый возраст это этап когда возникает автономия ценности автономия мировоззрения автономная полностью уже система смыслов вот и происходит это окончательное отделение на выходе мы имеем автономную личность вот справа там цитата из иосифа бродского которую я не буду зачитывать она там в общем видна которую я нашел прекрасно иллюстрирующие цитаты из одного из его интервью иллюстрирующие вот это движение эту идею о том что развитие личности есть движение в направлении прогрессирующей автономии растущей автономии такая космическая метафора бродского видно да могу не зачитывать хорошо вот после этого дальше наступили значит сороковые 50-е годы когда ничего особенно в этом плане не происходило вот и новый всплеск возник шестидесятые годы в 68 году вышла книга под названием personal causation личная причинность автора который в общем ничем другим кроме этой книги в истории психологии не отметился ричард д чармс эта книга была по сути вверх и этапной работой по сути дела д чармс ввел представление о том что существует такая вещь как личная причинность устья для человеком причиной событий эта книга была сугубо академическая там были работы интересное там свободе автономии так далее так далее там мальдистенциальных психологов то книга д чармса была в сугубо академическом контексте и существуют индивидуальные различия говорю д чармс в том насколько мы ощущаем себя причиной событий или пешкой он так и задал этот континуум который крайние полюса этого континуума на одном полюсе то что он называл оригин то есть причина на другом на другом конце пол пешка то есть я причина или пешка разное положение может занимать человек на этом континуум и до этого ничего не было на эту тему не звучало вообще в академической психологии и дача раз по сути дела 1 сформулировал что человек может при определенных условиях выступать причиной собственных действий он может реагировать но не обязан реагировать вот и буквально несколько лет спустя после выхода этой одинокой книги д чармса стали появляться в начале 70-х годов работы с которых началась теория самодетерминации то что сейчас начинается и называется теории самодетерминации эдвард дэси американский психолог и несколько позже десятилетия спустя к нему присоединился более молодой его коллега ричард райан да сейчас хорошо за 80 райана за 70 эта теория сейчас на сегодняшний день является пожалуй самой сильной самой богатой самой ампирически обоснованной теории личности и мотивации в мировой психологии я бы так сказал каждые три года проводятся международные конференции на которые съезжаются там больше 500 человек из разных из разных стран в этом году как раз мая недавно эта конференция прошла на днях но в этом году не было шанса получить американскую визу поэтому мне пришлось ее пропустить в этом году теория самодетерминации началось с выделения и развлечения видов мотивации именно дэси принадлежит разведение очень важная внутренней и внешней мотивации которая стала тоже сейчас общим местом современной психологии мы можем действовать находя мотивацию внутри себя и получая удовольствие от процесса делаю что то почему ты это делаешь мне нравится это делать я получаю от этого удовольствия это внутренняя мотивация значит почему я пишу статьи чтобы получить зарплату или надбавку нет прежде всего почему потому что я получаю удовольствие от написания статей если они будут получать удовольствие мне будет трудно даже за деньги это все делать это внутренняя мотивация она опирается на удовольствие от процесса внешняя мотивация работает когда сам процесс нам удовольствие никакого не доставляет но результат который мы получаем дает нам какой какие-то блага какие-то бонусы сделаешь уроки пойдешь гулять не сделаешь не пойдем не хочется делать уроки захочется пойти гулять это стимуляция внешняя мотивация это называется стимуляция нет в психологии это называется внешняя мотивация стимуляция это другое сам процесс не обязательно чисто прагматические бонусы я могу делать что-то неприятное чтобы порадовать другого человека заниматься работа волонтерской деятельностью разгребать грязь там что устранить там последствия какого-то наводнение да сам процесс не очень приятный я осознаю смысл этого процесса ради чего я это делаю вот то что я знаю что то что я делаю это важно это нужно для блага человечеству и так далее хотя сам процесс мне никакого удовольствия не не доставляет самое распространенное да это конечно за зарплату за оценку за отметку это все понятные вещи большая часть того что большая часть населения земного шара делает она делает по внешней мотивации и внешняя мотивация почему-то считается самым эффективным способом мотивации хотя на самом деле самый неэффективный способ мотивации кнут и пряник но это самый простой обычно выбирают не самое эффективное самое простое вот как говорил александр генис и публицист соист про внешнюю мотивацию очень хорошо сформулировал школа силой берет у нас то что мы с удовольствием отдали бы ей по любви я имею ввиду естественно массовую школу и он имел виду именно массовую школу и здесь появляется еще одно слово слово мотивация которая имеет прямое отношение к автономии мотивации бывает более автономные и менее автономные десе и райан построили некоторые континуум мотивации мотивация по разному может быть связано то что нас побуждает она может иметь разное качество разная степень связи с нашими внутренними побуждениями мотивация может быть автономной если она связана с какими-то общими основаниями нашей личности может быть контролируемой если она связана только с наградами с подкреплениями которые я ожидаю получить теперь значит автономии самолетерминация для авторов этой теории это в общем практически синонимы и очень важно еще ну вот по сути дела развитие этой теории про это можно бы очень много и долго говорить я сейчас не буду на этом останавливаться вот но есть огромное количество экспериментальных эмпирических данных которые подтверждают то что на самом деле нам важно автономия нам важно самим делать выбор нам важно самим определять способы наших действий если нам это не дают то не только возникают разные нехорошие побочные последствия психологические касающиеся этого выгорания этого утраты связи собственной личностью и так далее но и эффективность тоже страдает парадоксальным образом и так субъектность активность внутренняя причинность и вот я достаточно давно занимался еще там с 90-х годов меня за пытался залезть проблемы свободы и ответственности в инстанциальные проблемы но сравнительно недавно я пришел к пониманию того что свобода и ответственность представляют собой две стороны вот этой самой личностной причинности под до часу то есть ощущение себя причиной действия что нужно для того чтобы я ощущал себя причиной своих действий причиной того что со мной происходит первое что нужно это чтобы я понимал что другие внешние причины не управляют мной это и есть собственно говоря свобода внутренняя страна свободы это переживание того что мои действия не управляются внешними причинами ответственность является но свобода это большому счету мою внутреннее дело кому какое дело кроме меня свободен я или нет другим для для этого дела нет это моя собственная личная проблема когда речь идет о том как мои действия влияют на других они как-то всегда влияют на других здесь на первый план выступает категория ответственности ответственности на другая сторона личная причина все это собственно говоря способность быть причины ответственность это собственно говоря это связь моих действий связь моих действий с их результатами есть здесь там картинки которые сейчас опять у меня там порядок нарушен вот очень интересные вещи отвечать за отвечать за следствие может только их причин действительно определение ответственности ответственность это управляемая способность производить целенаправленное изменение в себе умеет то есть фактически коротком утром идеи способность то есть ответственность это связь моих желания с результатом моя действия с результатом вот дальше опять фразу из моего любимого сын так espert замечательно непоправимо прошедшие на настоящее ждет строителя валяясь под ногами грудой самого разнообразного материала вы должны сложить его чтобы у вас было будущее из его гениального трактата цитадель вот кусочек по сути дела выражающие суть ответственность вот свобода и ответственность это взаимодополняющие вещи про это говорили самые разные умные люди про это писал фром про это писал франкл про это писал замечательные роллы мэй а у фрома была такая фраза его работах его книга в его статьях у франкла прошу прощения что как раз когда он говорил про иллюстрацию значит говорил про свободу и ответственность как человеческие экзистенциалы как он их называл вот он говорил о том в частности в лекции которые он читал в соединенных штатах что вот назад на восточном побережье соединенных штатах всех приплывающих встречает в порту статуя свободы хорошо было бы на противоположном конце страны на западном побережье водрузить такую же большую статуя ответственность иллюстрирует идею что они дополняют друг друга в 2005 году отмечался отмечалось столетие со дня рождения виктора франкла был большой конгресс в вене вот я там был и международный конгресс и вышел на трибуну один американец и сказал вы знаете у меня для вас есть хорошая новость вот мы создали в соединенных штатах такое некоммерческая организацию объединение общества которая главная цель которого это осуществить то о чем говорил франкл то есть построить воздвигнуть статую ответственности на западном побережье соединенных штатов и мы уже значит начали это все продумывать мы заказали эскиз известному скульптору вот мы осуществляем выбор сейчас и собираем деньги на выкуп участка в одной из четырех больших гавани западного побережья там сан-диего сан-франциско световый что-то еще вот еще не определились собираем деньги на выкуп в общем пошел процесс все были страшно счастливы потом на какое-то время это заглохло потом это опять восстановилась вот это вот фотография это скульптор гарри ли прайс который сделал эскиз статуи ответственности который уже продает можно купить сейчас такие маленькие эти самые копии еще не 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 созданной статуи вот видите это статуи это вот две руки сцепившиеся над пропастью одна держит другую вот это вот такая макет статуи ответственность это вот идея дополнения как раз этих вещей вот что такое ответственность да известное определение сартра ответственности как авторство собственной жизни я уже говорил вам сегодня по поводу по моему хори что ли хори определял субъектность как авторство здесь тоже понятие авторство входит по сути дела в ряд этих понятий этого же поля которые выражают субъектность авторство собственной жизни короткое определение михаил бахтин использовал замечательно его по сути дела его ранняя не оконченная работа опубликованная посмертно к философии поступка это наверное лучшее что было одно написано об ответственности в мировой литературе самое глубокое на самом деле более глубокой работы по про посвященной проблеме ответственности я не знаю чем бахтинг философии поступка он там почти не по не использует слова ответственность по минимуму во сути он говорит именно об этом он и говорит использовать слова не понятие не алиби в бытие то есть что значит не алиби в бытие это значит что я не могу сказать что меня там не было я там был поэтому я несу ответственность потому что я не могу отрицать что я там был все это проходит через меня и здесь замечательная перекличка есть с известной работается у жениться на жить не по лжи главное чтобы ложь не проходила через тебя там где ты находишься чтобы в этом месте она не прошла говорился в жениться это по сути дела та же самая идея не алиби в бытии ответственность она всегда находится в какой-то в той точке в которой ты находишься вот я сейчас здесь сижу на этом стуле у меня одна ответственность по отношению в частности к тому что сейчас происходит кирилл сидит рядом со мной на другом стуле у него есть своя ответственность она это ответственность не делятся это не одна ответственность у каждого своя у вас своя у оператора своя каждой точке и своя ответственность это не одна ответственность которая делится это у каждого есть своя в своей точке поэтому в любой точке каждый может реализовать свою собственную ответственность но был один который не стрелял буду реализовала свою ответственность своей точке еще одна замечательная формула михаил михаевича жванецкого выдающегося экзистенциального философа только себе спасибо за все но и уже упомянутый иосиф бродский свои известные речи на стадионе призывал выпускников колледжа перестать быть только болтливыми следствиями и попробовать хоть немножко быть причины события этого такие публицистические выражения описания феномена ответственности так вот свобода и ответственность так я за временем не слежу на какой то есть похоже что я уже больше больше часа говорю да у нас есть как-то мне кажется время лишь котов фиксации таких может быть наиболее значимых но дальше уже несколько более таких конкретных эмпирических заходов да и свобода сливается с ответственностью у зрелой личности когда говорят что свобода и ответственность это две стороны одной медали они дополняют друг друга вот на этой картинке замечательное такое изображение неизвестного мне и происхождения эта картинка откуда-то она выложена из интернета но ответственность оказывается вот это примерно повторение того что я уже сказал ответственность от способность быть причиной свобода способность не быть следствием других причин вот и ответственность и свобода они сливаются у зрелой личности у зрелой личности это действительно две стороны одной медали но развиваются они по отдельности развиваются они разными путями в свободе и ответственности поэтому есть люди у которых существуют достаточно сильные предпосылки свободы но им недостаёт ответственности есть люди очень ответственное нам не достают свободы первые из них это импульсивные люди которые на все реагируют и которые готовы делать то что захотел ик левая задняя нога и у которой у которых проблемы с контролем за собою контролем своих собственных действий а есть люди идеальные исполнители которые все делают что им скажут но они не очень состоянии отказаться сказать нет и ставить какие-то свои собственные цели они готовы нести ответственности делать дело но они несут ответственность не за свою жизнь не за свои цели а чаще всего за чужую за чужие цели и общее значит резюме по свободе и ответственности что свободы сама по себе это не факт а возможность реализации и зависит от нас но я в эту сторону не углублялся ну вот ответственность есть способность быть причиной событий собственной жизни а слияние свободы и ответственности есть мера предпосылка и следствие личностной зрелости у зрелого человека свободы и ответственность находится в гармонии у незрелого человека они не в гармонии они могут находиться таких конфликтных отношениях значит я дальше так это не про то несколько до некоторое время тому назад еще в 90-е годы мы с моей женой психотерапевтом еленой колитеевской занимались вместе разработкой она еще тогда преподавала в мгп на цветном бульваре там нас сюда вела какие-то занятия не некоторое время но это была небольшая часть ее жизни и руководила какой-то дипломной работой и мы с ней вместе разработали одну очень интересную модель и одну очень интересную концепцию которая была потом реализована в целом ряде эмпирических исследований и целый ряд было на эту тему публикаций на эту тему суть этой идеи мы попытались построить объяснение механизмов самодетерминации через взаимодействие свободы и ответственности и сама по себе самодетерминация это способность действовать основываясь на собственных долгосрочных интересах и ценностно-смысловых ориентациях они на каких-то сиюминутных импульсах и внешних давлениях и способность к самодетерминации ключевая идея она возникает на основе интеграции свободы и ответственности в ходе индивидуального развития как раз идея заключалась в том что я только что сказал что свобода и ответственность они становятся вот единым целом двумя странами одной медали добавляющим друг друга на каком-то этапе развития а именно на этапе связь ассоциирующимся с подростковым кризисом подростковым этим переходом от детства взрослых но не у всех у кого-то они так и не интегрируются и остаются дезинтегрированы когда они когда их именно этих интеграция обеспечивает здоровое разрешение подросткового кризиса при недостаточно развитых механизмах свободы и ответственности интеграция не происходит что приводит к вторжению к вхождению во взрослую жизнь неразрешенным подростковым кризисом и неразвитой способностью к самодетерминации и мы построили если построили такую модель вот описали мы провели исследование потом было еще несколько исследований там кандидатская диссертация еще что-то наши две кандидатские диссертации которых это было испыли значит использована одна в твери другая в киеве вот значит ряд публикаций на эту тему и выделились были выделены несколько опять же эмпирически несколько таких паттернов развития личности как мы написали которые хорошо соответствуют нашей модели то есть мы взяли некоторые методики которые условно соответствуют свободе взяли методики потом мы варьировали эти методики получалось похожие вещи которые примерно соответствуют понятию ответственности психологически вот соответственно при высокой стиль мере свободы высокой мере ответственности образовала выделялся тип который мы назвали автономную которого все хорошо все прекрасно и осмысленной жизни и адаптация все на свете вот это до 30 процентов не больше 30 процентов примерно выборки пример те у кого низкая и ответственности свободы это конформный тип они плывут по течению они делают все как как выйдет как получается импульсивный тип высокая свобода низкая ответственность их медмени их из стороны в сторону заносит все время вот они сами себе не рады но при этом они свободны и действительно они на самом деле хорошо себя чувствуют в целом и симбиотический тип это ответственность за чужие цели успешная реализация ответственность за чужие цели и много довольно было много довольно было на эту тему интересного получен еще один заход который тоже эмпирический который связан с той проблемой которые мы обсуждаем я его отдельно скажу это достаточно свежий захват с идеей виктора франкла о том что свобода человеческая заключается способности занять позицию по отношению ко всему что нас детерминирует под а свобода по отношению к среде по отношению к наследственности по отношению к влечению да это все на нас влияет но мы способны от них как-то отстраниться и занять позицию по отношению к ним как-то к ним отнестись даже там в ситуации концлагеря последний ресурс это как-то занять некую позицию по отношению к этому выработать свое отношение это вот очень важные вещи очень актуальные вещи я бы сказал ресурс ресурс свободы это способны занять позицию способности отнестись к чему угодно и я достаточно давно разрабатывал такое понятие конструкт жизненная позиция личности это по понятия которые использовали по-разному в основном немножко некорректно но я понимал под этим одну очень конкретную вещь которую вытекала из работ франкла жизненная позиция есть отношение личности к собственной жизни я могу никак не относиться к супfolей меня вот не как-то относиться дистанцировать защищать позицию граз по отношению к ней можно больше или меньше осознавать свою жизнь как целая кто-то вообще не морочится кто относится к ней бездумно вообще кто-то рефлексирует свою жизнь можно более или менее способно быть способным произвольно влиять на свое протекание вмешиваться в ход собственной жизни или плыть по течению, как будет, так и будет. Можно ощущать большую или меньшую гармонию между мной и моей собственной жизнью. Вот то, как я живу, это я, это мое или не мое. Или разлад между ощущением себя и ощущением моей жизни, что моя жизнь не соответствует мне. Вот это три измерения жизненной позиции. И была построена методика. Простая, достаточно компактная. Вопрос из них жизненной позиции личности. Вот эти вот три компонента. Осознанность жизни или рефлексивность. Активность по отношению к жизни или субъектность. Как раз не случайно я сюда ввел идею. И гармония с жизнью или аутентичность. Я живу своей или чужой жизнью. Где-то формула субъектности, формула активности по отношению к собственной жизни. Там стоит цитата, которую мне одна моя коллега-психотерапевт передала фразу, которую сказала одна ее клиентка. Я теперь наконец поняла, сказала клиентка. Главный вопрос, я живу или жизнь меня живет? Вот в этом суть субъектности. Я живу или жизнь меня живет? И вот опросник 12 пунктов. Обычный опросник, который дает эти три параметра жизненной позиции. Дальше идут некоторые конкретные психологические заморочки из исследований. Что она хорошо коррелирует с благополучием. С положительной эмоцией и отрицательной эмоцией. В общем, не буду сейчас в это вдаваться. В результате эта штука работает. Интересно. Ну и заключительный эпиграф из Пастернака, касающийся того же вопроса «Я живу или жизнь меня живет?». Опять же, не буду его зачитывать. Прочитайте тогда сейчас сами, что там написано про жизнь. То есть в субъектности это, в общем, про жизнь. «Я живу или жизнь меня живет?». Ну вот, примерно более или менее на этом я могу закруглиться и перейти в диалогический режим. Дмитрий Алексеевич, спасибо огромное. Мне кажется, очень много содержания, очень много чего было сказано. В таком революме всегда мы не вписываемся во временные рамки, но, может быть, это и не страшно. Спасибо вам большое, Берег, за то, что вы так разложили вот эту линейку развития понятий. Мне кажется, это действительно очень важно. Сейчас у нас есть отличная возможность, коллеги, я обращаюсь к тем, кто у нас в зале и тем, кто у нас онлайн, адресовать свои вопросы и попробовать действительно в диалогическом формате и поговорить о многих понятиях, которые сегодня были затронуты. Коллеги, у меня есть вопросы в чате, может быть, кто-то хочет начать в зале. Тогда давайте начнем с чата. Вопросов на самом деле целый ряд, некоторые из них звучат риторически, но при этом, мне кажется, они не снижают градус их интереса. Я начну с самого первого вопроса, его задал Михаил Кушнир. Михаил Неска вопросов задал, собственно, первый вопрос, который он задавал, может, вам много быть риторический вопрос, вопрос звучит так, субъекта не хватает, не хватает кому? Я бы, знаете, попробовал, может быть, вопрос как бы чуть расширить, спрашивая то, что мы с некоторыми другими коллегами тоже обсуждали до этого, история про то, а субъектность, это какая-то такая обязательная для всех история, она всем нужна или нет? Значит, не хватает кому? Ну, это, конечно, условная фраза, что не хватает, но это можно пересказать такими словами, что если бы субъектности было больше, было бы лучше. И, как я, значит, показал, ссылаясь на Кристиана Вельцеля, субъектность – это эволюционирующее качество в культуре, и наиболее продвинутые культуры и цивилизации, в частности, наиболее продвинулись в плане развития субъектности. Вот, и в данном случае субъектность является во многом и основой их продвинутости, потому что я говорил уже, что на каком-то определенном этапе развития она становится фактором конкуренции, фактором, влияющим на развитие, значит, производства, экономики и так далее. Это не просто так украшение для собственного удовольствия. Но при этом на этом фоне остаются достаточно большие индивидуальные различия, поэтому, ну, грубо говоря, значит, важно было бы с точки зрения государственной политики и перспективы поддерживать и стимулировать развитие субъектности. Правда, это вступает в конфликт с известным тезисом о том, что нам умные не надо, нам надо верные. Вот здесь возникает некий конфликт между интересами развития глобального и интересами некоторой стабильности верхушки. Давайте здесь многозначительным паузу. Вот, а я позволю тогда, спасибо за это комментарий, если тоже вот в вопросах, когда фиксирую вашу фиксирую вот эту интересную идею о том, что субъектность – это как фактор, но условно конкурентность, не только на чек, но и целой страны. И это, мне кажется, очень любопытно. Да, культура, да. Здесь очень сильно. Я пытаюсь еще один вопрос задать, тоже из чата, потом вернусь в зал, может быть, у кого-то, наверняка у кого-то есть вопрос. Вопрос от Дарьи Левитовой. Зачем так? Откликнулся подход Дмитрия Алексеевича разделение субъектности как феномена и самодетерминации как его механизмов. Так как определяет Дмитрий Алексеевич субъектность как феномен? Вопрос для уточнения. Ну вот я живу или жизнь меня живет? А можете чуть-чуть вот раскрыть здесь? Ну, собственно говоря, субъектность, субъектность как феномен – это, опять же, ощущение, что я не пешка, что я причина событий. То есть это все взаимосвязанные вещи, которые относятся здесь к разным понятиям, которые я использовал, но они все про одно. То есть субъектность – это ощущение того, ощущение авторства, ощущение того, что то, что я делаю, оно порождено мной. Я влияю на то, что происходит. Не обязательно я это полностью формирую, но я на это, по крайней мере, влияю. Просто ощущение? Ну, это ощущение, которое не просто так ощущение, но это некоторая обратная связь от моих усилий. Я что-то делаю, и я вижу, что получается. И я испытываю, соответственно, позитивное чувство того, что я вижу, что мои усилия не проходят даром. Есть известное понятие выученной беспомощности. Вы знаете, наверное, что это такое. Вот это как раз разрыв связи между действиями и результатом. Я что-то делаю, а результата нет. Или противоположная обратная сторона выученной беспомощности – это халява. Я ничего не делаю, а результат есть. То есть это тоже разрыв связи между усилиями и результатом. А в нормальной, в здоровой структуре результат есть следствие моих усилий. Вот это и есть, собственно, ответственность, способность быть причиной. И субъектность есть ощущение, что мои результаты, которые я получаю, есть следствие моих усилий, следствие моих действий, следствие моих выборов в конечном счете. А можно микрофончик, чтобы нас коллеги слышали? Если мною манипулируют, я действую, результат есть. В данном случае есть субъектность Алина? Конечно, конечно. Нет, если я манипулирую кем-то... Мною манипулируют. А, мною манипулируют? Я тогда не совсем понял эту ситуацию. Я действую. Да. У меня есть результат. Я осознаю, что я сам действую. Но на самом деле, мною манипулируют. И мое действие вызвано действием других людей. Но это сложная конструкция. В этом случае, да, я чувствую себя субъектом. На самом деле, там очень сложная действительно конструкция. Но это такой абстрактный вопрос. Является ли здесь субъектность? Но Пьер Джанэ, выдающийся психолог старых времен, говорил о том, что именно через наши усилия, через переживание нашим усилиям, мы ощущаем свою свободу. Потому что усилия дают нам чувство, что реальность нам как-то сопротивляется, мы с ней что-то сделаем, мы ее как-то преодолеваем, и это дает нам чувство свободы, говорил Жанэ. Можно здесь просто вот кого буквально в клинице, знаете, вот эта история, вот мне кажется, о чем вы исправили, история вообще вот про... Мне кажется, вообще-то очень любопытная связка, я сам даже не думал, что вот эта связка может быть, это связка причинности и последствий, причины и последствия. Вот, и когда мы вроде говорим... Это очень важная вещь. Это не кажется невероятно глубокая мысль, о том, что правда субъектность, это простая причина и последствия. Но вот что меня здесь смущает в этот вопрос, что в реальной жизни вот эта связь между причиной и последствием, она, как правило, в тумане, она, как правило, не видна, как бы очевидно, не видна. Это очень сложно и линейно. Вот не создает ли это какую-то коллизию в том, что мы пытаемся разобраться в субъектности, в том, что такой в жизни, такой прямой связки между моим выбором и результатом, как правило, нет? А кто сказал, что должно быть легко? Понятно, легко не будет, да? Легко не будет, никто не обещал. Эти связи надо выстраивать, эти связи надо находить, эти связи надо изучать. Мы извлекаем их из опыта, мы извлекаем их из познания, мы проверяем их. Но в этом смысле управляемый, субъектность это управляемая категория или нет? Можно ли ее управляемого поставить как особый тип мышления или нет? Если как бы действие связи такая нелинейная? Я не совсем понял. Вот можно ли мы развивать субъектность целенаправленно? Если опять-таки мы не видим прямой очевидного механизма связки конкретного выбора, результат или нет, или все-таки эта история больше спонтанная, естественная. Думаю, что можем. Думаю, что можем. Конечно, без абсолютных гарантий. Но есть подходы... Но... Авторы теории самодетерминации, Д.С. и Райан, описывают как раз стратегию воспитания автономного субъекта. Три особенности родительского отношения, которые помогают вырастить ребенка как автономного субъекта, как автономную личность. Первое... Ну, первое – это любовь, которую никто не отменял, но как именно она выглядит, в каком виде? В данном случае любовь как уделение внимания и времени. Первое. Второе – поддержка инициативы. Очень важная категория в теории самодетерминации – это поддержка автономии. В максимальной степени, если ребенок что-то пытается, значит, хочет делать, если нету каких-то очень веских причин, там, связанных с техникой безопасности, вот и так далее, надо в максимальной степени поддерживать его импульс. Как-то на одной пресс-конференции меня спросили, почему вообще такие дети, там, подростки сейчас, которые ничего не интересно, которые они к чему не стремятся, которые ничего не хотят, которые такие пассивные, я говорю, отвечу, все очень просто. В более раннем, пытливом, таком дошкольном возрасте, когда они приходят к вам с вопросами, говорите им, что отстанье не до тебя, последнее, там, потом расскажу, в другой раз расскажу, не задавай глупых вопросов, и вы с гарантией получите подростковому возрасту именно то, что вы описываете. Есть прямые причины, наследственные связи. И третий важный параметр родительского отношения, родительской стратегии, это давать ребенку обратную связь, ориентировать его в мире, давать ему, объяснять ему то, что происходит. То есть, в данном случае, если, например, ребенок делает что-то неподобающее, то, что он делать не должен, совершенно необязательно его наказывать каким-то образом, но обязательно надо ему дать понять, что он делает что-то не то, что он делает что-то неподобающее, то есть, дать обратную связь. адекватную, быструю, сразу, небезотлагательную и так далее. Спасибо. Давайте двигаться дальше по вопросам. Коллеги, может быть, в зале есть желание адресовать вопрос? Адмитрия Алексеевича? Ну, пока в зале тогда они вызревают, я попробую задать вопрос из чата. Здесь тоже на самом деле такая, в чате, как разговаривалась, некоторая дискуссия, там некоторые обсуждения, что тоже очень любопытно, диагностично. Знаете, там одно из тем обсуждения было, когда вы стали говорить про внешнее и внутреннее, было как раз обсуждение взаимосвязи внешнего и внутреннего. Собственно, вот есть такой вопрос от Владимира Логинова, который все так, поверх персональных ответственностей и события сдают одну общую коллективную ответственность, разве нет? То есть, вот вопрос про связь. Нет, коллективная ответственность очень сложная штука. Очень сложная штука. Коллективная ответственность имеет место там, где группа людей, какое-то сообщество людей соединяются, чтобы совместно делать что-то единое с общей целью. Ну, например, но коллективная ответственность, она не отменяет индивидуально значит если в коллективном проекте кто-то плохо сделал свое дело но элементарная ситуация коллективной ответственности скажу спортивные игры команд футбол существует индивидуальная ответственность каждого игрока существует командная ответственность за результатами обеспечивается командная если кто-то на косячу то все понимают чья это конкретно вина кто на косячу где на косячу это тоже видно и тем самым подорвал коллективные усилия вот как и как и говорил что ответственность одному человека не отменяет ответственность другого потому что она в одной точке вы на одном стуле я на другом стуле точно также коллективная ответственность не отменяет индивидуально и опять же отдельный отдельный человек может может подорвать если ты коллективный проект и вот я уже говорил эту самую строчку на был один который не стрелял да и все коллективная ответственность было расстрелять а вот один который не стрелял все может найти вот чуть-чуть покопаться меня тоже вокруг это были вопросы вообще вот эта идея вы много говорили и тоже мне кажется сильно была мысль про субъектность одиночества очень очень любопытно вот эта история про взаимосвязь но вот я в одиночестве это отдельная история на отдельная большая тема я бы знаете миха привучил спросить вот про взаимосвязь этих двух категорий идея то есть нет ли противоречия между культурой слова субъектности так и назовем когда у нас вот мы пестуем вот эту бы индивидуальную мою причинность и культура соборности когда мы все вместе я часть чего-то большего не являю причину а коллектив определяет причину как бы на прямо действия здесь нет противоречия или как бы это искусственно все вопрос вы знаете на эту тему много на самом деле писали много разбирались есть такое понятие о маркус и китая мы как он джон 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 джонси как соединенная субъектность и разъединенная субъекта это раз именно культурные стереотипы культурные шаблоны вот то есть есть значит в одних культурах субъектом является индивид прежде всего и когда возникает коллективный проект это потому что несколько индивидов решают объединить усилия и вот идет снизу вверх вот эта интеграция а в других культурах единицы активности единицы субъектности является группа или сообщество а индивидцы уже вторично получает какую-то долю своей субъектности когда ему значит достается какая-то часть какой-то доли в общем проекте это вот про индивидуализм коллективизм но индивидуализм коллективизм имеет разные аспекты есть много много оттенков которые сейчас это не просто вот одни все вместе а другие тоже по одному например ну в частности индивидуализм может быть по разным причинам может быть индивидуализм так сказать до социальная может быть индивидуализм после социальной индивидуализм до социальной когда человек не даст нет недостаточно развит его не в состоянии как бы оценить ценность социальной группы объединения и так далее это вот одна один случай такого индивидуалиста недоразвитого есть и переразвитый индивидуалист человек который вырос над общим уровнем, который понимает больше, чем другие, который готов, понимая, может быть, прав, когда другие неправы, но вот Сократ, Сократ, которого приговорили к смерти на то, что был слишком умный, вот, и слишком какие-то революционные идеи молодежи внедрял, да, но мы теперь знаем, что Сократ действительно был более продвинутым, чем его значит, сограждане современники, и он просто брал на себя ответственность для того, чтобы противостоять общему мнению. Это не значит, что если вы просто противостоите общему мнению, что вы всегда правы, и вы всегда выше всех, но бывает такое. Такое бывает, такое случается. Поэтому я говорю, что индивидуализм, это могут разные случаи. Индивидуализм недоиндивидуализм перья. Соответственно, я уже забыл, какой был вопрос. У меня был вопрос про соотнесение коллективного индивидуализма, вы, в принципе, ответили, проблематикой растяжки понятны. Спасибо большое, мне кажется, на зале созрел вопрос. Давно созрел, просто я не хочу вмешиваться в ваши философские размышления. Я учитель математики, и понимаю, что, спасибо, Дмитрий Алексеевич, что очень много интересного нам в плане философии и субъектности, и детерминации, и так далее, сказали, и самодетерминации. Мне просто интересен вопрос. Вы как видите учителя? Ну, будем так говорить, хорошего учителя. Это субъект с индивидуальной ответственностью за свою деятельность, да? Это марионетка, выполняющая, собственно, идеи, которые к нему подставлены вышестоящими инстанциями? Или это, как вы говорите, симбиотик, который несет ответственность и должность, и ответственность за чужие поступки, в частности, своих детей? Учитель кто? Нет, у меня там учитель это интересует. Я понимаю. Нет, конечно, индивидуальная ответственность это важнейший момент, важнейшая особенность любого учителя. Конечно, хороший учитель не может никуда деться от индивидуальной ответственности. Понятно, что учителя в нашей системе находятся в определенных рамках, но даже в этих определенных рамках есть тоже возможности, соответственно, возможности как-то находить свою позицию и реализовать свою позицию. Соответственностью за детей здесь сложнее картина. здесь с одной стороны по сути дела самый главный момент это что все дети про детей важно понимать две вещи. Я думаю, что не мне вам это рассказывать. Первое, что они все пока дети и второе, что они непременно станут взрослыми. И они идут по этому... И вот этот процесс становления взрослым он происходит не за одну ночь. и он происходит постепенно. Это медленное такое взращивание взрослости. Взращивание взрослости каждый день там по маленькому кусочку. Поэтому с одной стороны и к ним важно, естественно, они не могут в полной мере нести ответственность за то, что с ними происходит. а с другой стороны надо это делать так, чтобы это постепенно в них взрастало. Вот я у двух авторов находил ту мысль, что свобода не возникает иначе, чем через прохождение пути освобождения. Постепенного пути освобождения. Один из этих авторов это Кёрк Шнайдер, американский экзистенциальный психолог. Второй из этих авторов это Симон Соловейчик. То есть все-таки мы несем ответственность за них. Тут постепенно освобождая их от этой нашей опеки и ответственности за них, приучая их отвечать за себя. Постепенно, пошагово. И здесь действует тот же принцип, я думаю, что и для психотерапевтов. Психотерапевт отвечает за процесс, но он не отвечает за результат. То же самое. Вы отвечаете за процесс. Давайте двинем знать, что у нас еще просто какое-то большое количество вопросов есть в чате. Пытаюсь как-то их отфильтровать, чтобы на такие наиболее сильные задать. Коллеги, если в зале тоже есть вопрос, не стесняйся, пожалуйста, поднять руку, мы с удовольствием посмотрим. Смотрите, вот есть на вопрос очень прагматичный. Вопрос от Кирилла Кузнецова. А как развивать субъектность? Ну вот... Коротенький, такой маленький вопрос. Через поддержку автономии, поддержку выборов, научение выбирать. Во-первых, первый шаг это осознание ценности, субъектности, осознание ценности своего выбора. Но и одновременно ответственности за то, каким, как твои выборы, твои действия оборачиваются, чем для других людей. Ну, это вот самые общие такие вещи. Пошагово через прохождение пути освобождения. Через изучение разных возможностей. Вот Энгельс определял свободу, как осознанную необходимость, я определяю свободу, как осознанную возможность. То есть во всех ситуациях учить видеть разные возможности и убирать между ними. Вот это вот достаточно, в принципе, уже наговорил, чтобы какие-то ориентиры, какие-то евристики для развития субъектности. Вот мне кажется, прям сюда же вопрос тоже Инна Бериджи задает. Она говорит, что пока он человек свободен только тогда, который живет свое чувство долга. Почему это называется автономией? Ну да, у Стругацких я это видел в такой формулировке, что максимальная свобода, когда у тебя нет выбора. Но я думаю, что здесь, как я понимаю эту фразу Канта и Стругацких тоже, что когда мы доходим до высшего уровня развития, наши действия руководствуются нашим пониманием сути вещей. Мы достигли понимания сути вещей и тут уже нет вариантов, нет альтернатив. Когда мы понимаем, что происходит, выбора нет. Все становится однозначно или если я отказываюсь от этого понимания, я тем самым уничтожаю сам себя. Вот я так понимаю это. Спасибо. Коллеги, есть у нас вопросы. У нас есть последний вопрос в чате, я его позволю себе задать, как некоторый такой финальный, его задает Карина Повстива. На ваш взгляд, выращивание субъектности в ребенке, это стимулировано развитие автономности или это разные вещи? продолжение. Да, это в общем про одно и то же. Максимально поддерживать активность ребенка автономии и при этом границы. Помогать ему осознавать границы. Границы своих возможностей, границы Великой Алексеевич, мы просто исчерпали все возможности имеют, поэтому не имею больше права ни слушать или ни вас задерживать. Спасибо огромное за сегодняшний разговор. Спасибо, но я опоздал. Мне кажется, он был невероятно просто насыщенным и вот точно будем запись выкладывать и можно будет пересмотреть. я очень рад, что мы вот так вот смогли поговорить именно по понятиям. У нас несколько было таких встреч. Сегодня у нас, надо сказать, одна из заключительных встреч сезона этого. И хорошо, что мы действительно разные понятия разобрали. Спасибо вам огромное за выступление. Коллеги, кто слушает нас онлайн, мы также благодарим вас за подключение. Хотя это последняя встреча сезона, но все-таки мы не прощаемся. Надеемся, что совсем скоро увидимся уже в новом сезоне с новыми спикерами и новыми темами. Коллеги, тогда до связи. было очень приятно и очень интересно. Спасибо. Это действительно моя любимая тема.